Дорогие друзья, здравствуйте! Михаил Новицкий, Елена Пинчук и телерадио-компания Межгалактическая песня 21 выходит с живым эфиром пожалуйста, сигнализируйте как вы нас там видите, слышите, чувствуете как-то эхо сильно сильно эхо, да? нет, просто отодвинь микрофон я понял друзья, пишите, видно вам и слышно или не видно и не слышно сделаем вот так задержка идет, поэтому мы не сразу думаешь так вот? что? да, мы сейчас немножко подождем ты можешь пока рассказать, какой сегодня день а какой сегодня день? сегодня такой, что человечество продолжает пребывать в коронавирусе и в общем-то в этом есть очень много плохого есть много чего хорошего вы можете, наконец, разобраться со своими залежами, отсортировать вот, например, я сортирую свои песни, стихи и так далее вот что-то я подозрел, что что-то либо нас не видно, либо никого там нету нет, все там в порядке друзья, пожалуйста, показывайтесь вы там есть или нет у вас как вам слышно а то это не начать пить пиньеты и разговаривание вот чем хорош наш эфир относительно концерта, который мог бы быть где-нибудь в клубе или в концертном зале вот, пожалуйста, Стас Шевцов привет, Стас Иван Чехлоевский так, Иван, понятно пошло-поехало вторая песня будет исполнена точно как видно, Иван, пиши как видно, слышно главное звук и Стас тоже пиши или пишите как удобно, да вы можете спокойно не выключать свои телефоны там режим в полете можете спокойно греметь чашками если вам нравится можете спокойно разговаривать даже обсуждать то, что происходит советоваться и даже иногда спорить относительно той или иной песни ну, только по этому поводу, хорошо? Александра Смирнова можно начинать спасибо, Александр так у нас Александра сегодня с какой песней-то да, она заказала много песен ну, Саша, мы все, конечно, не вспомним все, все мы не включим ну, и пару песен из твоего заказа исполним мы исполним ее любимую песню про гвоздь добрый вечер Карри Карибов Карри Карибов добрый вечер пишет Юлия Амбарникова с нами в США прекрасно видно и слышно так что можно начинать ну, все, тогда начинаем спасибо, друзья тогда мы начинаем и начинаем мы с чего? начинаем мы с объявления все-таки начинаем мы с объявления мы подумали-подумали почесали репу и решили восстановить фестиваль лампушка сделать его онлайн и сделать его международным и дело в том, что фестиваль-то много сейчас проходит вот буквально недавно мы участвовали в фестивале с фильмом Дух Леса его не на Наташа вышла с фестивалем фестиваль с фильмом Дух Леса и он занял по России добрый вечер по России занял третье место это великое дело наш Дух Леса занял третье место и таких фестивалей полно таких-сяких музыканты сами знаете приходите вы там пьянка начинается первый выступает второй выступает третьим уже места не хватает четвертым четвертым вообще уже никто не слушает вот и спасибо слава поняли звук хороший и мы создали и причем это же какие-то жюри выбирают нанимаются которые как правило ну они же живые люди у них раз, два, три причем они бывают из другого века вообще из другого века жюри там сидят такие вот это вот это вот это и что-то там решают а мы придумали так что должны решать сами участники фестиваля судить друг друга вот и поэтому пожалуйста ну и чтобы это было более-менее живым надо мы придумали что вы выставляете присылаете нам свой видео трек снятый одним кадром чтобы вся дуть была видна по большому счету то есть без монтажа там без не видеоклип который там делается а просто где бы вы ни были на большой сцене на большой сцене на у себя на кухне значит на у себя на кухне у костра значит у костра вот да хоть где в лесу значит в лесу вот только одним кадром снятым от начала до конца вот любыми средствами которые у вас есть телефон значит телефон если у вас есть мощная камера значит мощные камеры через пульт значит через пульт без пульта значит через без пульта вот и присылаете и потом мы это дело открываем голосование Получаете голосовальный лист В общем, все условия указаны В общем, самый справедливый фестиваль на свете Игорь, привет Кстати, Игорь, можешь тоже поучаствовать Да, Игорь, кстати, тоже можешь поучаствовать Привет Маску напялил и сидит с маской Думаете, мы его не узнаем Так, итак Пожалуй, начнем мы с заказа Почему у нас Львов на середине жизни? А кто это заказал? Одну секундочку Любовь на середине жизни Света Ефремова заказывала Но пока я ее не вижу Света Ефремова, ты в эфире или нет? Нет, я ее не вижу Света, объявитесь Святислава Маклакова, добрый вечер, хорошим людям Дмитру Гельман Гоп, стоп Ну что, попался старшина Да, эти ребята Это очень будет актуально в ближайшее время Слава Богу, звук наладился Ну, мы сегодня не будем, но мы тогда отметим на будущее Потому что надо все-таки чуть-чуть репетировать Так, а кто у нас есть? Иван Чехлоевский вроде бы был А он у нас заказал песню Бабло твоих родителей А это тоже про любовь Песня о любви Мы хотели начать с середины жизни Но заказчик опаздывает Она чуть-чуть прошла Вот И поэтому Начнем с того заказчика Который уже находится в мониторе Уже пьет свой Не знаю что, пиво Чай Со своей женой Натальей И хочет лирическую песню о любви Тебя искал по свету я И мне друзья советуя Подсовывали всяческих Невиданных людей Но мне они Ни то ни сего И я не соглашался все Пока тебя не встретил я Душа мечты моей С баблом твоих родителей С баблом твоих родителей С баблом твоих родителей Твоих родителей С баблом твоих родителей С баблом твоих родителей С баблом твоих родителей Твоих родителей В тебе меня всё радует И метры те квадратные И дача эта знатная Ценой в блюд рублей С баблом твоих родителей С баблом твоих родителей С баблом твоих родителей Я стану христианином, буддистом, мусульманином, А хочешь пейси выращу, а? И буду я еврей! Но с баблом твоих родителей! С баблом твоих родителей ПЕСНЯ Пускай глупа, как пробочка Пускай отвисла попочка Но все же помогает мне Любить тебя сильнее с каждым днем Что? Бабло твоих родителей Бабло твоих родителей Бабло твоих родителей Твоих родителей Бабло твоих родителей Бабло твоих родителей Бабло твоих родителей И их родители Здоровья всем родителям! Спасибо, друзья! Вышел бурные аплодисменты! Это был заказ Ивана Чехлаевского Виктор Медведев Гимн Великой Любви А что у нас Виктор Медведев заказывал? Игорь Фомин Ну что, поехали! У нас так не объявилось Ефремова? Игорь Фомин пишет 11 трек для опоздавших и прогульщиков А почему он один? Он в альбоме какой-то? Он в альбоме «Ты не пришла» Под номером 11 Поэтому, когда нужно девушке что-нибудь объяснить Света Ефремова, ты не пришла еще? Отмечайся, как появишься Вот у нас Игорь Фомин заказывал еще песню «Паренек» Может быть мы с нее пройдем? О, Игорь здесь! Игорь, как раз здесь он заказывал песню «Паренек» Писал, что она редко очень исполнена Она не то, чтобы редко Я сегодня пытался вспоминать ее И, кстати, большое спасибо вам за то, что вы заказываете такие вещи Потому что, на самом деле, это немножко дисциплинирует и меня Я, так сказать, смотрю на свою прошедшую Пожалуйста, Иван Смотрю на свою прошедшую жизнь И понимаю, что из того, что я понасотворил Вам пригодилось И вот песня, да Аленка Крымова, привет! Песня о том, как вот человек родился Такой был маленький, комочек такой Его, кстати, потихоньку за ним следили Воспитывали, кормили А потом его так вот, хо! Забирают вас Говорят, нам нужен душегуб Нам нужен тот, кто будет убивать людей Не знаю, в Афгане или в Чечне В России или Вот Слава Щубалев Нет, Шевцов Стас Шевцов Весь день на даче вкалывал Сейчас валяюсь на диване С двумя собаками и котом Смотрим, и кайф! Инна Ильина объявилась А можно приснило, что не выучил урок? Приснилось Урок, короче Может быть Посмотрим Сейчас песня «Паренек» по заказу Игоря Фомина И Дмитрия Да? Игорь Фомин еще и Дмитрий просил Нет? Ну, наверное, и Дмитрий просил Молодой парень Верситут Что-то мне не нравится Ну, подстрой Сейчас, ребята, чуть-чуть мгновение потерпите Да, друзья, напишите, как у вас дела Как видно, слышно Поставьте от 1 до 5 оценку Как звук у нас нормальный Кому хорошо, кому плохо, видно, слышно Мы хотим это знать Как ваше там здоровье Пишите, что у вас там происходит Вот Стас Шевцов хорошо написал Что он валяется и смотрит кайфом А вы где смотрите наш эфир? Интересно Вячеслав Балясник Вот, привет Еще не вечер Еще не вечер, да Слова Молодой паренек Конститут Звалил А раз так Ты давай Послужи А во чужом Мого краю В самом первом Бою Буйную голову Парень Сложил Караван Среди гор Расстреляли Упор Вышло глупо Все Что не скажет А девчонка твоя Десять лет Прождала Пропадала Она Ты не согрошь К ней зашел Мужичок И она Родила Эту жизнь Ты простишь Все поймешь Он ей вовсе не муж У него Есть жена Ешь на всех Мужиков Наберешь Ну а твой Генерал Ну а твой Генерал Знаю тебя Он продал План секретный Врагам Он встречал И за эти дела Так уж карта Лила Чемодан Денегом Получил Он уехал В Париж Вот такой Брат Престиж Водкой совесть Печень Лечил В Париж В Париж Радовый паренек По горам Прыг дескоп За кого ж ты Свою Кровь пролил, ты же грудью своей нет, Не родину мать, ты кремлёвские жопы прикрыл. Как придёт почтальон в материнские глаза, Этот мир затуманится весь. Вот конверт, в нём письмо по три тысячи рублей, Вам желаю печаль перенесть. Вам спасибо, гражданка, Ваш сын был герой. Распишитесь вот здесь, и здесь, и здесь. И вот здесь, пожалуйста. Это была песня «Паренёк». По просьбе Игоря Фомина, из города Череповца. Череповец на связи. Александра Смирнова, Наталья Ивонина. Она прямо в красном селе. Да, она прямо в красном прекрасном селе. Михаил Кузьмин пишет, звук хороший. Александра Смирнова звук норм пишет. Я комментарии отключаю, пока Миша поёт, потому что он сбивается. Начинает читать Ваши комментарии. Слава Егоров пишет, слышно на пять. Виктор Медведев. На компе тормозит с телефона супер. Ну, это зависит от поставщика интернета, я так думаю, у Вас, который на компе. Дату в таз-дване стрима обновить, пишет Слава Егоров. Я уже сделала, Слава, посмотри нормально всё. Наталья Ивонина. Видно и слышно замечательно. Иван Чехлаевский. Эту песню я впервые услышал на радио Петроград. Русский шансон. Там она была очень популярна. Бабло родителей или паренёк? Наверное, паренёк. Андрей Москва. И видно и слышно хорошо. Сергей Крымов. Всё ему хорошо. Да, вижу пальцы. Михаил Кузьмин. Да, обновили уже Михаил. Владимир Кузьмин Москва смотрит. Карибов. Ца-Ца. Понятно. Какой-то боится. Миша, привет из Бостона. Пишет Татьяна Задорская. Привет. Привет, Танечка. Танечка, ждём тебя на лампушке 2020. Это очень просто. Стишуся дома. Записалась. Хатизванной. Записалась и всё. И ты этот самый лауреат фестиваля. Международного. Свету Ефремову я пока не вижу. Вот я предлагаю исполнить заказ. Или Слава Егорова, вот цей песню он заказывал. Или может быть, поскольку у нас здесь Наталья Ивонина, она мой бог просила песню. Я думаю, поскольку то, что было более-менее динамическая вещь, тогда... А, они тоже динамическое будут. Хотя, ну, ладно. Подожди. Дай мой бог. Чувствия. А что тебе тут за пометочка? А, песня называется... Гемензенгоре. А, я помню, что хотел сказать. Хотел сказать именно информацию для Натальи. То, что песня «Мой бог прости» была написана в этом... В Германии. В Германии. Именно в Гемензенгоре. Скажи, даже больше скажу. Ну, вернее, стихи-то раньше были. Стихи написала Александра Оленева и подарила мне, типа, «На, вот, возьми». Вот. Я их возил с собой. Именно в Гемензене мне пришло в голову написать эту песню. Я ходил между полей кукурузы, горячих и там... Ну, если останется время. Вот. И, мало того, на улице Амхайн, то есть, как бы, у... 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 Рощи. Даже, собственно, в Рощи, я себе сделал рабочий кабинет такой. Чтоб соседи не доставали. Так тихо, эти птички поют. И там я написал эту песню. Именно... Короче, понятно. Татьяна Задорская уже готова на фестиваль. Тогда я пою про песню «Причувствие за слова Ореневой». Написанную в Гимензенгоре. Мою с Praysterural. Татьяна Задорская. Так тихо. Татьяна Задорская. Мы, Бог, проси, не музыка единой Мы порежимым счётчик за грудиной Ещё исправим, хоть и не танка И молчим подальше от греха Мы, без прости, от счастья до печали Всего полшага и не предвещали Нам перемен не версты, не года И молчим подальше от стыда Мой брат, прости, рождественская И купели, мы закалились, но не отгрубели Чем горит холодная война И мы молчим, скрывая имена Мой брат, прости, отстанься не вредим Проходит всё, но вновь вперёд глядим мы Там теплится любовь и два, и два И молчим нам не нужны слова Мой брат, прости, отстанься не вредим Ура! Это был исполнен заказ из Германии от Натальи Ивониной Я полагаю для всего земного шара Да, Наталья очень хорошую песню выбрала Нам она тоже очень нравится И у нас должен сейчас Кошар должен быть Да, я предлагаю Или Корсар нам исполнить Алекс Лисовский его заказывал И Вячеслав Балясников Которого я тоже видела Он, по-моему, видел А, Егор? Алекс Лисовский Вячеслав Балясников Корсара заказывали Егор Слава Егоров заказывал Цей А, вот Цей И гвоздь заказывал Александра Смирнова Выбирай Егоров уже давно ждёт Слава Егоров даст с самого начала А вот Алекс Лисовский опоздал немножко Поэтому мы следующий Хорошо, давай Так Наташ хлопочки нарисовала Да, и Виктор Медведев, да Наташа пишет Миша, спасибо Я на днях посмотрела видео Которое было снято в Гемюндене И я в восторге Вот это именно одним кадром это снято Вот Это первое исполнение Первое исполнение, да Абсолютно первое И так вот Бывает так, что Даже обыкновенный телефон Не, по-моему, это был какой-то Не телефон, а какой-то кач такой Вот Планшет это был Планшет, да Неопытный оператор Абсолютно И вот так вот Всё раз и сложилось Поэтому Спокойно присылайте свои видео К нам На фестиваль И мир их увидит И заодно Вы познакомитесь То есть музыканты Должны как бы Обязаны будут посмотреть Видео друг друга Прежде чем мы подведём результаты А иначе не получится Так устроен наш фестиваль И что Тогда мы сейчас Песню Цей По доказу славы Егорова Исколки Пока читаю текст Ребятушки, Миша, Лена Рад был вас увидеть Но Такая ситуация Сын 20 лет У Алекса Алисовского Сломался на руку Посмотрю потом в архиве Спасибо Извините Карсамбара мы ещё послушаем Выпускай все сложится хорошо, друзья И тем, кто Занимается экстремальным видом спорта Берегите свои руки и ноги Я, наверное, еще эту песню Должен посвятить Петуховой Мариане Мариане Доктору Которую Недавно Написал статью О том, как О том, как О том, как составит у нас дела И так Потому что она Помогала мне Допустим писать Вайс на лыжах Тому с ней Танцевали А первые сразу горы Горы Солнце Скалы Летники Солнце 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 как снимал ли вы этот клип замечательный Михаил в былые времена Слава, ты был на Камчатке, да? насколько помню я тебя водил на Камчатку а рядом с Камчаткой был такой клуб Чукотка он просуществовал 20 лет даже больше, чем Камчатка, профункционировала так получилось сначала котельная функционировала, потом не функционировала так вот в этом подвале мы сколотили декорацию внутренней подводной лодки с другой стороны мы были на боевом корабле который Кулаков, капитан Кулаков называется и нам там позволили кое-что подснять то есть провода, приборы потрогать что-то разрешили потрогать, да и даже полить воды сверху в люк сделать затопление некоторые капитана Кулаков вот такая история была такая старая корыта где люди приходили послужить в армии так в порту и стояли лет 7 стояла корыта в порту вот как Юру Шепчуку подсняли очень просто мы договорились, что на фестивале я у него заберу буквально 15 минут ну сделали такую конструкцию когда двое парней раскачивают нашу конструкцию камера на нас а в это время Юра Шепчук подписывал футболки ну ему надо было чем-то занять, чтобы не глупо выглядел я ему подсогвал футболки он на них расписывался зеленая волна для тех, кто лучших активных уборщиков мусора и лучших сажателей деревьев вот снова с нами то есть вот так вот мы сняли Юру Шепчука и горкушу там какие-то бутылки сверху мы лили водой и проливали и дымили прям сигаретами во все щели в этой конструкции нашей то есть это было все скромненько а Чернецкого мы сняли в баню мы сняли баню в баню, в бассейн запендерили нашу декорацию Саша Некандров был на камере вот помогала нам группа контроль технически там двигала это все лили воду прямо на этих самых на замерзающего господи все приехали кого я говорил что вылили воду ну в общем вот так вот мы сняли этот клип а потом смонтировал его Александр Некандров Юра остался доволен в общем мы его там не отпозорили все это как бы так более-менее получилось нам можем кстати ссылочку в комментах и кинуть мало кто не видел вот поехали дальше хорошо Саша Смирнова ты с нами Святислава Маклакова пишет весело у вас там и весело и грустно ну да Света такие дела что не всегда они веселые бывают давай исполним сейчас по заявке Александра Смирнова я надеюсь она тут была смотрит нас песню гвоздь давайте тут опять же маленькая прелюдия еще где-то в 2006 году когда мы воевали за скверы уже была борьба в 2006 год была борьба за собственно сквер который потом назвали Андреем Петровым сквер да с Андреем Петровым я был призван к главе района был товарищ Делюкин такой тогда еще знаете была демократия какая-то тогда не совсем у нас такая не совсем были гайки были закручены тогда с общественным туточки ты хорошо с общественными движениями как-то городское начальство считалось и вот я прихожу в кабинет главы района вот там сидят его заместители он опаздывал буквально два часа Делюкин вот но он всех заместителей так сказать они так и сидели ждали а со мной он стал разговаривать в этот кабинет мы с ним говорили по этому скверу но долго пересказывать как он меня отговаривал о том чтобы вам отдали эту историю застройщикам что-то ничего не получится понимаю в содержании разговора не буду и буду рассказывать то что я почувствовал прежде чем я смотрел вот сидит этот Делюкин вот он до него кто-то был в этом кабинете кто-то будет после него в этом кабинете вот и сейчас он вот он сейчас притащил новую мебель вот поклеили новые обои все в этом кабинете собственно говоря как бы такое съемное сменяемое вот и даже портреты которые висят на стенах все равно они сменяемы вот тут висела когда-то Екатерина как-то Елизавета висела в этом на этой стене потом Брежнев висел как-нибудь там Хрущев вот потом я не знаю какой-нибудь Романов ну в смысле глава или там ну кто-то висел кто-то висел Черненко Андропов а в этот момент висел уже Путин и висела Валентина Ивановна Матвиенко вот два портрета я подумал что же в этом кабинете даже палы там менялись время от времени снимали паркет и стелили новый паркет при каждом новом голове вот все менялось я подумал что же такого в этом кабинете не сменяемого и нашел предмет это был ржавый гвоздь на котором висели вот эти сменные портреты и я ему Радимому посвятил такую песню причем она была такая она получилась такая вещая песня я много чего в этой песне подугадал запомните это был 2006 год заказала песню Александра Смирнова еще висит лучше в другом месте висел ну всему свое время это было я просто гость обычный гость но в кабинете это точно я хозяин а не гость глава страны повис на мне на нем страна висит выходит что опорой я стране векам назло я здесь торчу вот повезло и наконец я с тетей Варию кручу и это мой не первый грех Екатерина Лизавета вы не припомните как-то всех чуть заржавел но все торчу хе-хе-хе и кто притронется ко мне любого я озолочу я работяга честный гвоздь на нас все держится и тот же гвоздь она земная ось ушел генсек ушли цари короб так век у руководства это что не говорит а я торчу векам назло злоченой раме принесли Принесли ли чьё-то новое, Хэлло? Ах, президент, твой срок так мал, Тебя отцепят от меня и унесут сырой подвал. А я с другим или с другой Займусь хозяйством, производством, управлением страной. И вот тогда ты поймёшь, Насколько был ты нам понятен, И полезен, и хорош. Когда придёт конец войне, Как надоел ты мне, стране, А также собственной жене. Это был 2006 год, Ещё войны не было с Украиной, Ещё никто со своей женой не разводился, И даже не было натурно-мелков. Но почему-то мне было, потому что он надоел жене. Некто надоел своей жене. Вот. Спасибо, Серёга, спасибо. Ну, я предлагаю исполнить ещё одну песню. Гость-то классно пишет. Спасибо. Гимны пишешь? Вот. По заказу ещё одну песню Светланы Александры Смирновой. Какую? «Прощаясь, руку дай». Окей. Её также заказала нам Татьяна Шашкова. О! О! А ты, если мне дадут воды немножко... А, кстати, Татьяна Шашкова, она смотрит или нет? Хе-хе. Ты занят? Не бойся. Пожалуйста. Не бойся, не смотрит. Ваше здоровье, друзья. Заметьте, да? Да. Александр Смирновой. Всё понравилось. Видишь, Сашка, пап мой, сейчас ещё одну песню для тебя. Для тебя, для тебя, для тебя самого... Таня Шашкова, он нас смотрит или нет, интересно? Ну, если не смотрит, посмотрит в записи. Я думаю, так. Угу. Песня «Прощаясь, руку дай». Потому что она тоже заказывает эту песню. Это просто целый музей, а не песня. Её записи участвовал Никита Зайцев. Вот, Таня Шашкова пишет. «Смотрю, добрый вечер». Добрый вечер. Танечка, значит, мы правильно всё делаем, что будем сейчас эту песню петь. Это целый музей, да, для меня. Из тех, кто в этой песне участвовал, я уже троих на земле нету. Это был замечательный такой барабанщик. Не только музыкант, но и лидер команды «Колокол». Господи. Ну, как мне все из головы говорят, а это… Ну, на барабанах у нас был. Склероз. Ну, не склероз был, а барабанах там. В общем, на скрипке был Никита Зайцев. Корзинин. Корзинин? Коля Корзинин. Коля Корзинин, да. Участник. Вот пришла в «Котейка» наведаться. Ты сейчас уронишь или «Котейку», или «Гитару». Или «Котейку», или «Гитару». Пришла эта сама «Котейка». От «Маргариты» вам вот привет. Всем от «Маргариты» привет. Никита Зайцев у нас работал на барабанах. У Рикшана он работал тоже на барабанах. И еще у него была своя команда «Колокол». И еще был такой Федянин Игорь, совсем молодой. Ну, как-то он ушел. Ушел, ушел, ушел. Достаточно молодым. Так, ну ладно. Маргарита, ты можешь пока здесь посидеть? Сидеть, Петя. Душа. Вот. И писали мы это на студии «Тропила». Прощайся, руку дай, да не спеши обидеться. Делай мысли наши, время разберет. Поскольку завтра мы можем не увидеться. И через месяц, и даже через год. Поскольку завтра мы можем не увидеться. И через месяц, и даже через год. И через месяц, и даже через год. Сегодня ночь как ночь, огонь свечи колышется. Возьми гитару, сыграй мне пару новых. Что? Возьми гитару, сыграй мне пару новых. Ты помнишь Дикий сад? Теперь там просто улица Пришли в мой дозер, пришел туда народ И с той черёбухой Теперь не снюхаться Ни через месяц, ни даже через год И с той черёбухой Теперь не снюхаться Пришли в мой дозер, пришел туда народ Так стань мне церковью, и я приду наведаться А если хочешь, валяй наоборот Быть может завтра нам поздно исповедаться И через месяц, и даже через год Быть может завтра нам поздно, слишком поздно исповедаться И через месяц, и даже через год Прощайся, руку дай, не спеши обидеться Делай мысли наше, время разберет Поскольку завтра мы можем не увидеться И через месяц, и даже через год Поскольку завтра мы можем не услышаться Делай мысли наше, время разберет Спасибо, спасибо за этот заказ, друзья Каждый раз, когда я наберу в этой песне аккорд Си минор Сразу вспоминаю Колю Красивину Потому что, когда мы пришли на студию, у этого аккорда В песне не было Он его ввел, вот как-то так на месте он оказался И вот когда, действительно, с тех пор Каждый раз, когда поет песню, раз, и Коля возникает В какой бы ситуации сегодня было Да Коля, Игорь Стас Шевцов пишет Здорово, стаканчика вина мне только не хватает Святислава Маклакова Пора превращать Пишет аплодисменты и цветочки нам присылает Да, Стас, надо тренироваться Воду в вино Вино в воду Продолжаем в качестве рекламной паузы Продолжаем говорить о том, что у нас идет фестиваль Мы принимаем заявки на фестиваль Лампушка 2020 Ограничений никаких нет Ни возрастных, ни стилевых Пожалуйста Ни, Танюшка Ни стилевых, ни возрастных Никаких, то есть даже можно начитать рэп И мало того, я знаю, что есть авторы, которые готовят номера Когда они просто начитывают свои стихи на определенную мелодию Но это вживую От начала до конца файла нет никаких нарезок Раз, включился Без монтажа главное должен быть видеоролика Все, вы участник И вы победитель нашего фестиваля А мне интересно, Виктор Медведев нас смотрит Он постоянный у нас зритель, и он заказал песню нам одну Но пока он не объявится у нас Не напишет привет в эфире Мы не начнем ее петь А пока я прошу вас, Михаил, исполнить мой доказ Какой? А-а-а Песня называется «Поздняк» Наш, мы только чувствуем, что у меня опять хочется воды Ну, сейчас я вам дам воды, Михаил Пожалуйста, будьте любезны Вот сюда стаканчик поставим Котейка убежала Очень ей громко Ну, на самом деле, она уже привыкает Она поначалу Маша, здоровь, друзья Поначалу очень сильно гитару Работаем на воде О, кумы Наверное, намолевал все Александра Смирнова пишет Точно спасибо, Стас, за умную мысль А, про стаканчик вина Дмитрий Гельман Чудесная песня Михаил Цеханский Да From Mike From Mike Окей Точно, а что за песни нужно сейчас петь? А, я, мой заказ ты хотела выполнить Я тоже заказала песни Я иногда нарываю каких-то стареньких песен Песня называется «Поздняк» Песня называется «Поздняк» А датируется такими нежными временами Когда Представляете Собрались гении Гении на гении То есть, первый курс театрального института Вот Представляете И тут Вот там вот В этой грядке Картошку собирает Ну, колхоз Представляете В этой грядке Собирает Картошку какую-нибудь Я не знаю Женя Дятлов Реально Вот, да В этой грядке Собирает Наташа Воробьева Актриса Сегодня Ведущая Актриса Володы В той грядке Собирает картошку Дочка Варвары Алисы Фрэндлих Вот И В общем Происходят разные Веселые истории На этих грядках Вот Всех не перечислишь Вот Там Наблюдаешь По телевизору Или еще где-нибудь В театре Виктор Медведев здесь Да Витя, тогда мы следующую песню Для тебя И там вот Родилась такая песня То есть, она родилась Конечно Чуть-чуть Чуть-чуть попозже Добрая песня Там, конечно Глагольные рифмы Но что поделаешь Как родилась Так родилась Дурной был Молодой На столич Усов тогда У меня не было А был такой хайер По плечи Отдалась бы Или отдалась Ты лишь только Позвони Я за все бы Отыгралась За растраченные Дни За уроки За конспекты За гвардию Отказал Что боялась раскаленным Губ твоих Так приди, я вся созрела Сколь надеяться и ждать Видишь тут, какое дело Я готова все отдать Это Полин Да девчонка Все осталось в том году А твоя любовь В печенках Не звони, я не приду Все свершилось, состоялось Ты жена и даже мать Что скажи, еще осталось Что собралась ты отдать Я теперь с другой дружиной Я ей песенки пою Ага, приходите в гости, кстати С мужем Я вас водкой напою Выпьем мы И заголоски Я удаю Пострубней За любовь, за жизнь За осень Как что промчалась Так Так Возьмем Спасибо Спасибо за то, что вы выполнили мой заказ Вот А помнишь, как мы лечились в каюте? Да Слушайте, это было замечательное Время Вот, мы лечились в каюте И лечились Очень хорошо лечились Вот Правда, одну таблетку я не довез до каюта Одну довез, другую не довез Вот, разбил Вот С дюдтифри Но хватило нам С Цеханским Нам хватило Хорошо лечились Кстати, Миша может тоже поучаствовать Наверное Да, Михаила Ты можешь тоже поучаствовать В лампушке Со своей авторской песней Да Единственное Условие Должен быть автор И текст И либо текст И либо музыки Либо текст и музыки Вот Возрастных ограничений нет Стериалистических ограничений нет Мы еще раз Наверное, ткнем В комментах Про фестиваль Конечно Я постоянно Я каждый день Перепощиваю это все И вы можете всегда У Михаила на стенке Увидеть всю информацию Про фестиваль лампушка Не пропустите Я создала в фейсбуке И вконтакте Сейчас Мероприятия Которые Можно туда добавляться И там будет вся информация Вот И хочу сказать Сейчас Вот вы смотрите эфир Поделитесь Перепостите К себе Пусть другие тоже Посмотрят Спасибо, что вы с нами I am I am Майкл Циханский I am too I understand you Майкл Your English Better and better Yes Of course Because Ну, поскольку у нас Виктор Медведев Отозвался Он с нами С самого начала И он заказывал Песню у нас Секс плюс чай Так Детей, значит И малолетних собак Убираем Эта песня Очень такая Новогодняя Хорошая песня Вино очень хорошо Пишет Александр Значит Это строчки из песни Кстати Пить вино Если не секс Или вместе Не знаю Наливай еще Сашка Приглашаю на секс Что на чай Ничего в этом странного нет Если хочешь Считай это бред И конечно же Не отвечай Приглашаю на секс Что на чай Мне пришла эта мусель Не значай Нет Меня не свела ты с ума Просто видишь Случилась зима Наше время Так быстро идет В двери щитовод Новый год Что случится Случится то Пусть Тебе в вечной любви Не клянусь Но короткой Любви ты не чай И как хочешь Меня Или чай Приглашаю на секс Что на чай При свечах Вдруг на дружку глядеть Пить вино И конечно же петь А не то Ой не то Будем вправду пить чай Не услышу Ты не Отвечай Поцелуй меня Вы чай Я люблю Твоих локнам Хмель Так пусть будет Нам у лугов постель Трын трава Да трава молочай Приглашаю На секс Что на кофе С коньяком Благодарим вас За еще одну Прекрасную песню Высокая лирика Пишет Светлана На самом деле Вот Кума не даст соврать Уж столько Вокруг этой песни было На корабле У нас Сомнения всяко разные Некоторые сильно сомневались Некоторые не сильно сомневались Высокая это лирика Или ты невысокая лирика Вот Чтобы На этом случае Сказал парочек Ржевский И так далее Вот Как вы насчет Того смотрите Чтобы исполнить Песню По заявке Галины Штокман А я не знаю Она в интернете Или нет Ну Не видно Давайте проверим Она тут не так называется Да Не будем палить Ну давай попробуем А что я сомневался Эту песню кто-то же еще нам заказывал А нет Только она заказывала Да Каждый раз любишь Или можно значит Что у нас еще тут в заказах есть Слава Балясников Просил Если сможете Песню Гоп-стоп исполнить Гоп-стоп вряд ли Но если нет То на следующий раз Хорошо На запись на следующий раз Андрей Гусь Цыганочку просил Так Хорошо Ну вот И Леднева что-то просила Такого Ничего такого Так А я потерял один прибор Может тебя просил Не сделаю Какой прибор А Все 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 я поняла По-английски это называется Стекла Глассис Глассис Вот Дело в том что Я же здесь исполняю свои авторские песни В основном Но в Высоцке есть как бы исключение Потому что я настолько присвоил себе Высоцкого что Мама не горюй И вот именно эта песня Это Я Да Вот Инна Ильина просила урок Ну Может и исполню Я не знаю Да Инна ты пиши Это заранее нам В комментах Мы это сейчас возьмем На заметку Надо заранее Кстати Всем относится Если вы что-то хотите услышать В следующем концерте Пишите в комментариях Когда мы анонс делаем Концерта В комментариях Мы всегда просим Оставляйте свои заявки Потому что Михаилу надо подготовиться Чтобы исполнить эту Некоторые песни Ну некоторые Подними меня В любое время суток Я спою Пожалуйста Не надо Некоторые песни Да Пусть пишут заранее Хорошо А некоторые надо репетировать Не Снижай мне дисциплину Хорошо Запишем Что-то я хотела записать Так И так вот Песни в общем-то Свои-свои Но вот эта песня Как раз пришлась В такой момент В моей жизни Достаточно такой Предательский Достаточно сложный Момент И Меня попросили Поучаствовать В концерте Памяти Марка Бернеса И взять Что-то из его репертуара Это было 100 лет И со дня рождения Устраивал это Зорик Зорик Рудер Заир Да Там у меня Собрали хороших компаний В интернете Есть Оркестрик небольшой Если наберете В поисковике Михаил Новицкий Когда разлюбишь ты Когда разлюбишь ты Но сейчас По просьбе Галины Шкопман Я эту песню спою Значит Что тут Не моего Текста Здесь абсолютно не мой Мало того Музыка абсолютно не моя Вот Музыка Эдуарда Калмановского А слова Инны Гофф Те кто Повзрослее Постарше Помнят эту песню В разных исполнениях Не только Майя Кристаллинская Да Майя Кристаллинская Пела ее Ну а сейчас Понимаете Кто живой Тот вам и споете Вот в данном случае Я пока живой И спою вживую Но При помощи этих Блассис Егор Рогутин Привет из Филадельфии Привет Пусть завтра Кто-то скажет Как отрубит И вправе Развеет все Твои мечты Как страшно Если вдруг Тебя разлюбят Куда страшнее Куда страшнее Когда Разлюбишь ты Пока ты любишь Жизнь еще прекрасна Пока страдаешь Ты еще живешь И день Тобой прожит Не напрасно И летний вечер Все-таки хорош Как небо высоко И как безгрежно И в речи Как светла И холодна И женщина Смеется Безмятежно И вслед кому-то Смотрит из окна Пока ты любишь это все С тобою И первый снег И первая весна И первая весна Весна Вдалеке дорога Полевою Ты одинок Не будешь Никогда И завтра Кто-то скажет Когда-то рубит Неправ Развеет Все Все Твои Мечты Как страшно Если вдруг Тебя Разлюбят Куда Страшнее Куда Страшнее Когда Разлюбишь Ты Разлюбишь Ты Спасибо Ура Это был заказ Галины Штокман Из Гебенда Двора Я попробую еще Как-нибудь Престуще эту песню Исполнить Грустная песня И жизненная Да Но В определенный момент Она мне Она очень помогла Очень помогла Момент такой Жесткого Жесткого предательства Вот Ну что Пережили Ну что Сказать вам Друзья На прощание Ну Еще у нас есть Такая Вот Инна Ильина Заказывала песню Урок В принципе Можно ее Наверное Исполнить Думаю Что Вы Михаил Помните Я помню Да Заказывал ли Песню Ты не пришла Марат Каримов Его я не вижу Но Игорь Фомин Здесь Он просил Трек номер 11 Хорошо Вот Я думаю Что мы в конце Можем Это Хорошо Исполнить Мохамбет Аулетов Еще в прошлый раз Когда мы напьемся пьяный И заказывал Но тоже Махи не видна Люди Будьте добрее В это Безумное время Да Это из Филадельфии У нас пишет Егор Рагутин Пишет Люди Будьте добрее В это Безумное время И надо только уточнить Егор Что добрее Кому Добрее Друг другу И Ко всей окружающей среде Сейчас нам нужно Очень хорошо Всем подумать Всему человечеству Нужно подумать Как нам всем быть Как нам всем Договориться О совместном Пребывании На этом Замечательном Оазисе Под названием Земля В этой Чудной Атмосфере С этой чудной Водой С этим чудным Воздухом С этим чудной Сменой дня И ночи И совсем Совсем Что случилось С нами Со всеми И либо мы договоримся Либо нас не будет Вот и все резюме Поэтому давайте будем Добрее Будем добрее И Ко всяким И вот к этим И к тем кто Дикий там Шляется по природе И Кто плавает в речке В океане Да? Лишь Вот к этим Всем будем добрее И тогда может быть Нас в общем-то В природе Оставят Потому что пока Мы не вписываемся Пока мы абсолютно Не вписываемся Что-то мы слишком Борзо Себя ведем И слава богу Что в данном случае Кризис Экономический Тормозится Только при помощи Коронавируса Могло быть хуже Могла быть Очередная Мировая война Вот А человек Смел спеть Я думаю Что давай Исполним заказ Иной или иной Урок Песню А вот тут Пишет что-то Михаил Цеханский Кум А у меня Сейчас репетиция К концерту На 9 мая И мамин день Буду петь Украинские песни Добрый Заспевай ему Хлопчику Дядь Чё брат Кумы Кумы Да Распеваем Хорошей репетиции Окей Песня урок По заказу Инна Ирина Отлюбила песню Кстати Цеханского Приснилось Что не выучил Урок И вызывают И вызывают Никто не подсказал И не помог То ли не помнят То ли не знают И так В трубу Втекает И вытекает Два насоса Три бассейна Синий Купы Или вы можете Или прибавить К интегралу Путы А и П и Ц И две Тычинки И да Проснулся Проснулся Все вовсе Не так И жизнь Это свет А не мрак Каникулы Дача Июль Соседка Сказала Люблю В сарайбате Чего-то чинит Приснилось Что не выучил Урок И все смеются Весна из окон И педагог Уже не педагог И эта щука И этот локон И как бы В ручку уронил Как бы случайно И смотрел И все увидел О, это счастье А тут Директору зовут А там Собрался пиццовет И все все знают Куда деваться Проснулся Проснулся Все вовсе Не так Стою На посту Ночь Овраг Откнулся Кто эти трое И кто даже трое Написал И конь в пальто И без пальто И ставит неуд Ну хоть бы тройку Журнал в учительской Украл И переправиться хотел Пошла хиричка И укусила Разнулся Все вовсе Не так Я сам И директор И маг Египет Гамак И жара И дочку Прождал До утра Эти танцорки Кругом арабы Преснилось Что в армии служу Вагон профукал С секретным грузом И автомат Нигде не нахожу И вне закона И вне союза Везде стреляют Нагоняют В пути А и Б и Ц В карте Игрик Залез на крышу А там Химичка Землекопы И директор И арабы И бассейны С секретным грузом Проснулся Все вовсе Не так На пещи Старый дурак По небу Летят Журавли И как бы Случайно Прошли Три землекопа На кухне Внучка Печатали Приснилось Что не выучил Спасибо друзья За бурные аплодисменты Благодарим вас Михаилу Спасибо Что так хорошо Выполняете Наши заявки Да Я так делаю Хорошо Вот Но Приближается Финал нашего концерта Следующий концерт У нас будет 6 числа Мы посмотрим Скорее всего Или 3 Если у нас 3 В следующее воскресенье Не получится То мы перенесем На среду 6 мая Будем посмотреть Либо 6 Либо 3 Вот А пока Мы принимаем заявки Следите за информацией Класс Спасибо Я думаю Что наш концерт Он подходит Игорь Конек Он понял Про 3 число Что-то Все так он пишет А то он думаю Про пенсионы пишет Не Я думаю Разумеешь Вот Хорошо 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 Друзья Тогда Финальный трек Тогда финальный трек В Череповец Влетит По заказу Игоря Фомина И Марат Каримов Заказывал В прошлый раз Его еще Марата не вижу Но может быть Он в записи будет Ему передадут Да Эта песня 11 трек Как назвал его Игорь Фомина Пискаем Фомин Марату Передаст Его любимый трек Вот А мы вас приглашаем На лампушку 2020 2020 Надо участвовать И стать Лауреатом Международного Первого Международного Онлайн фестиваля Имени Владимира Семеновича Высоцкого Вот Лампушка Онлайн 2020 Каждый Может из вас Не выходя Из дома Стать лауреатом Вот Это будет честно Это будет честно Никакой там Не знаю там Ни Городницкий Там Ни Какаясь Ни Горя Хомчик Ну никто Не сможет Вас так оценить Как собственно Ваши же конкуренты И товарищи Поскольку у нас На первый канал Всех не пускают Выступать По телевизору Да То можно выступить В интернете И люди всего мира Вас увидят Да Это главное Это очень хороший шанс Ой Как хорошо Спасибо За добрый вечер Будьте здоровы Все Пишет Святислава Маклакова И песня Посвящается Алена Крымова Пишет Репетируем Песня посвящается Тем Ребятам Тем Девшатам Которые пропустили Наш сегодняшний Ефир Я даже погромчу Гитару сделаю Вот И буду петь Вообще В два микрофона Какое число У нас сегодня Двадцать Шестое Ну ладно Грифу не идет Ну ладно Вы готовы воспринимать Друзья Алена готова Я чувствую Вот если вас девушка Продинамит Спойте ей вот эту песню На Петроградке Двадцать пятого числа Мы с тобой Забили стрелку А ты подло Не пришла Ты не смогла Ты не пришла Ты не пришла И твоя очередь Прошла Ты не пришла Ты не пришла Ты не пришла И твоя очередь Прошла А я заждался Я ждал целых полчаса Баком Блатом Блатом А там в блокноте Были адреса А ты не пришла Ты не пришла Тебя вычеркиваю Очередь прошла Вместе Ты не пришла Ты не пришла Ты не пришла И твоя очередь прошла А впечатляет А впечатляет till out recom Вместе Забили � А впечатляет прошла и не пришла ты не пришла я же слышу твоя очередь прошла и ты сказала не разлюбишь меня нет ты что старуха очумелая тебе целых двадцать лет ты не пришла ты не пришла твоя очередь прошла по месте ты не пришла ты не пришла ты не пришла твоя очередь прошла а теперь не спрашивай о том как тебе быть ты можешь пить курить и даже по турецки говорить как дорогу ты нашла но ты пришла на твою очередь прошла я давно говорил а ты пришла меня нашла вот ты пришла на твоя очередь давно прошла и если ты наш брат по другому так просто ощущению и в Женский вариант. Если продинамил, он... Ты не пришёл... Я даже сделаю на более женский подпевку. Вот такую. О, о, о! Вот. Ну, как? Ты не пришёл... О! Это женская подпевка у нас будет. Ты не пришёл, ты не пришёл, пока ты шёл ко мне другое, жёл зашёл. Пока пришёл. Ты не пришёл, ты не пришёл, ты пока шёл ко мне другое. Ты не пришёл... 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 Пока ты шёл ко мне другое, жёл зашёл. Ты не пришёл... Ты не пришёл... Ты не пришла... Ты не пришёл... Ты не пришёл... Ты не пришел, пока ты шел, как ни другой же, несколько раз, как следует, зашел. А можно так. Ты не пришел, ло, не прича по лому ты, не приш кандыпа, ло. Ты не пришел, и все мчалось, все мчалось, все ушло. На этом наша программа на сегодня закончилась. Спасибо за ваши заявки, за вашу помощь в составлении данной программы. Мне очень важно знать, даже для, чтобы понять свой собственный рейтинг песен. Спасибо за то, что вы заказываете, я понимаю, что я такого в своей жизни сделал хорошего, а чего так все. Поэтому пишите еще, заказывайте, и следующий эфир будет либо 6, либо 3 мая. Берегите руки, ноги, все органы, чтобы функционировали у вас хорошо, все органы, все функции, все технические, ну, все, что у вас есть, чтобы функционировало как следует. Да, Александр Смирнов, и тебя тоже касается. На этом все, наверное. На этом все, у вас крепкое внимание. Поддерживайте наш канал, кто перепостами, кто денежками, кто чем может. Да, кстати, денежки мы принимаем, они нас поддерживают, очень неплохо, очень неплохо поддерживают, спасибо вам. Вот, и в моральном плане поддерживают, и в материальном это все здорово, и технически мы, чувствуете, да, что как-то технически мы вырастаем. Благодаря, опять же, вам, вашим уважаемым. Мне кажется, чуть-чуть кинули, ну, раз и все. А куда кидать, Лена, там? В предыдущем посте там есть реквизиты. Можно и в этом продублировать, честно, страшно. Ну, по окончании эфира я продублирую. Вдруг у кого-то лишние деньги, он, типа, не знает, куда девать. То ли Путину послать, то ли Трампу. А лучше нам. Лучше нам прислать. И участвуйте в Лампушке 2020. Мы ждем ваших заявочек. Там вся инструкция есть, где можно посмотреть правила, анкету заполнить и прислать нам на почту. Смирнова Александра меня хвалит, пишет, что Мишка молодец. Игорь Конюк тоже класс пишет. И вы, ребята, все кайфовы. Слава Егоров. Спасибо за концерт. Спасибо, Слава, что ты с нами всегда. Олечке привет. До следующей встречи. Вы давайте новые заказы. А я отрепетирую то, чего, может быть, я подзабыл. Или напишу то, чего еще я сам не знаю. До новых встреч. До новых встреч. Всем здоровья. Пока.